Вы учите нас ни о ком не думать плохо. Меня смущает, как же думать о плохих людях, которые крадут, врут, насилуют, убивают и так далее. Так нельзя будет задавать общий вопрос вообще по отношению ко многим людям, которые могут творить, на ваш взгляд, беззаконие. В каждый отдельный случай он требует от вас прежде научиться не осуждать. Сразу говорить, вы полюбите их, это не посильная будет задача. Вы не сделаете этого. Сказать вам, попробуйте пожелать ему тепла, тоже может не получиться. Тоже крайне сложная задача, потому что вы порой не успеваете проконтролировать, что с вами происходит, когда вы непосредственно начинаете соприкасаться с какими-то чрезвычайными психологическими сложностями. То есть вы зажигаетесь, и вы чувствуете, что сознание ваше, подчиняясь огню негодования, быстро рождает серию мыслеформ, которые на самом деле связаны с осуждением. Начинает выделяться ваш страх, а на основе этого страха вы начинаете агрессивно реагировать на происходящее событие. То есть вы начинаете очень остро как-то отзываться о каком-то человеке, который в данный момент творит что-то нехорошее. То есть вам хочется его приструнить, вам хочется его изолировать. И кто-то еще более не сдержанный просто может выкранить, что таким место на земле не должно быть. И просто уже говорит о форме уничтожения того или иного человека. Но это уже грубая сторона восприятия таким образом происходящего. Поэтому самым первым, что человеку надо научиться, это научиться как можно мягче отреагировать на какой-то, на ваш взгляд, недостойный поступок. Чтобы вы не осудили человека, чтобы вы рассмотрели эту ситуацию в какой-то мере как некое творческое проявление, которое, можно сказать, не вам дано. Ведь не вы сейчас совершаете какой-то ненормальный поступок, а совершает кто-то, кто не мог по-другому сделать. Не мог по-другому, потому что по-другому не понимал то, что с ним происходит. Это вы понимаете и уже не делаете. И для вас уже ставится другая задача суметь правильно отреагировать на то, что делает ближний. Так вот, в зависимости от разного вашего понимания той или иной реальности, поставленные разные задачи, они по сути делают вас равными между собой. То есть слону дается бревно нести, вы помните некоторый такой образ, который я нередко однажды водил. Муравьишки дается другой уровень, другой грустности, но сказать я в другом и другом, что кто-то из них меньше работает, нельзя. Работают все одинаково. Так вот, если кто-то не в состоянии контролировать себя и начинает красть, обижать, пожать кого-то очень грубо, хотя искренне следует своему какому-то примитивному представлению о происходящем, а вы, уже поднявшись на уровень, когда это вам уже не присуще, но когда у вас стоит задача не обидеться, не осудить этого человека, так вот, если вы осудите его, вы сделаете то же самое, что и он делает в данном случае. То есть вы делаете то же самое. Он делает преступление, вы делаете преступление. Пусть не одно и то же, но в зависимости от разных ваших особенностей, качеств, значит, разного уровня ответственности, если все это так посмотреть правильно, то на самом деле вы оба нарушаете законы Бога. Но тогда какой смысл вам? Пробовать возвыситься над ближним, сказать, какой он нехороший, он так вот ворует. А лучше ли вы поступаете, осуждая его, в данном случае вы точно так же нарушили закон Бога. Говорить о том, что есть законы, которые менее ответственности дают, и которые более ответственность должны на вас наложить, так будет неверно. Вы одинаково берете ответственность в зависимости от уровня своего понимания. Поэтому кому-то что-то, на первый взгляд, совсем незначительное дается, и которое он ни в коем случае не должен нарушить. И это точно так же ответственно, как кому-то где-то пойти на войну, где-то даже убить многих, даже такое. Но в зависимости от разных уровней ответственности, они оба одинаково отвечают в резидцах гармонии, и даже что-то незначительное нарушим. Это будет почти точно так же именно для этого человека, как для другого, идти на войну и что-то всерьез разрушать. Поэтому прежде чем думать о какой-то справедливости, которая должна наказать кого-то за его беззаконие, надо научиться себя спросить, а вы-то на самом деле научились не нарушать боль у Бога. И вот присмотреться к этому очень-очень нужно. Поэтому не поторопитесь осудить. Попробуйте посмотреть, как вы относитесь к этому человеку. Действительно ли вы не осуждаете его, а просто у вас возникает чувство горечи, что это происходит? Такое допустимо, если это действительно чувство горечи, или что-то случилось нехорошее, и кому-то принести больно. Это горько. Это нельзя посмотреть на это с радостью. Но главное, чтобы при этом вы не осудили. И вот ваша работа над тем, чтобы не осудить, не поругать человека, не возвыситься над ним в своих мыслях, думая, какой он негодяй, тем самым предполагая, ну вы-то гораздо лучше, конечно же. Вот чтобы вот так не отнестись, вы уже будете начинать работать над тем, чтобы суметь правильно полюбить этого человека. То есть это уже работа действительно на то, что мы можем сказать, полюбить и ближних, полюбить и врагов своих, и так далее. Вот она, где начинается главная работа. И где научиться надо еще в целом видеть происходящую реальность, как очень важный элемент школы жизни, который каждому помогает увидеть что-то, что человек ранее не мог осознать. И это уже должно во многом снять с вас требования к ближним, чтобы они обязательно, как вы порой требуете, соответствовали вашему видению происходящего, но этого не может быть. Вот достигнет этого, он будет так же видеть. Но пока он не достигнет, он не сможет так увидеть, как бы вы не выражали свой упрек к своему ближнему. Это вы будете начинать зажигаться, переживать и своим осуждением подталкивать его еще больше, делать какие-то неприятности. Поэтому надо научиться поспокойнее, попроще относиться к каким-то нарушениям. Если вы где-то можете остановить беззаконие и попробовать как-то его нейтрализовать, складит ли, пробуйте, действуйте, давайте рассматривать конкретные усилия в какой-то конкретной ситуации. А возможно ли вот так верующему сделать? Или невозможно? Но мы уже должны перейти, опрячев конкретную плоскость, где мы каждый отдельный случай отдельно начинаем смотреть. И таких задачей огромное множество. Но главное, не ставьте перед собой цель как-то сразу полюбить таких людей. Нет, тем более, что вы и сами еще гораздо на многие-намногие слабости. И вас тоже должен кто-то суметь полюбить. А значит, чем больше вы оставляете за собой право кого-то осудить, вы неизбежно включаете закономерность осуждения вашей собственной личности. Значит, ближние должны появиться, такие рядом с вами, которые на примере покажут, что такое осуждать. Они будут осуждать вас. А ведь когда вы чувствуете, что вас осуждают, а вы понимаете, что на самом деле осуждение несправедливо, вы ведь старались делать хорошо, и вы чувствуете, какое возмущение, как больно становится, что вас несправедливо осуждают. Но так вы точно так же делаете, осуждая кого-то. И тот человек исключительно точно так же будет переживать, думая, ну что же вы так не можете его понять, ведь он-то старался сделать нормально, ведь он-то как-то представлял, что это правильно. Вот эту закономерность надо понимать. Поэтому вы нередко могли слышать, что то, что вы стараетесь сделать ближним, то будет обязательно, конечно, сделано и в отношении вас. Поэтому все, что хотите, чтобы сделали вам, сделайте ближним своим. И здесь надо быть очень внимательным, бдительным. Каждый день у вас часто возникает именно это испытание. Не пропускайте его. Каждый день вы решаете свою судьбу. И мало-помалу какие-то камушки начинают вами собираться. Если вы что-то неправильно делаете, то по мелочи начинает вырастать какая-то неспособность ваша потом уже преодолеть какую-то сложную преграду. Если маленькая преграда дается, она не требует всех усилий от вас. Но решая маленькое, вы время от времени подходите к преграде, где требуются все ваши силы. А вот не решив что-то маленькое, подойдя к преграде, где требуются все ваши силы, вы можете почувствовать, что какой-то крохи сил у вас не хватает. Именно крохи. Вроде бы готов. Все отдал. И как будто бы сейчас должно было получиться. Чувствуете, не дотягиваете, не хватает крохи. А где-то потерялась кроха. А в одном каком-то очень незначительном месте. На первый взгляд, совсем невзрачном. Но там, где как раз эта кроха, должна была разрешиться правильно. Но вы пренебрегаете. Вы часто ищите что-то большое, значительное. И очень часто в этом случае по непониманию отталкиваете то, от чего однажды будет очень серьезно зависеть ваша судьба. Поэтому здесь обязательно надо постараться быть внимательным. И прежде учиться сейчас. Не обидеться. Если произошла какая-то ситуация, она должна была быть. Вот и скажите себе. Она должна была быть. Себя спросите. Что вы могли сделать? Сделали вы то, что могли бы сделать в этом случае во благо. Если видите, ничем не могли больше что-то помочь или сделать. Ладно. Что ж. Пускай, значит, свершилась ситуация. Верьте в то, что она поможет каждому попавшему в эту ситуацию что-то понять. Или, по крайней мере, кому-то поможет, освободив от чего-то. Ведь вы порой попадаете в ситуации болезненные, когда не обязательно, что вы сразу что-то из этого извлечете на уровне понимания. Но пронесенная серьезная вам боль, она бывает что-то сжигает из вашего прошлого. Просто сжигает. Раз, и какая-то деталь исчезла из памяти вашего прошлого. Она сгорела через вот эту пронесенную вами боль. Поэтому здесь тоже надо быть мудрым и не торопиться, пугаться, если боль все-таки где-то свершилась. Она нужна. Но вы уж будьте просто внимательны, чтобы вовремя суметь помочь, если это будет действительно возможно. И вы видите, будете, что это вы должны избирать.